В этом видео вы узнаете 10 ошибок, которые делают покупатели во время инспекции при покупке дома. Добрый день! Тем, кто меня не знает, меня зовут Гарри Рапопорт, я агент по недвижимости в городе Лос-Анджелесе, Real Estate Broker, и за свою карьеру я собрал много информации, которую бы хотел бы с вами поделиться, потому что эта информация обязательно сэкономит вам деньги. Итак, первая ошибка, которую я часто вижу, это полный отказ покупателя от инспекции. Когда покупатель говорит, ой, я боюсь, у нас там 20 оффоров, а вдруг меня не примут, а если я попрошу инспекции, а кто-то не попросит, нет, надо всегда просить какое-то время для инспекции, хотя бы даже 3 дня, хотя бы 2 дня, хотя бы 1 день, но попросить, потому что это ваша самая большая покупка, правильно, в жизни, и покупать дом не глядя, как говорится, это очень опасно. Вторая ошибка, которую я вижу, это когда покупатель вообще не приходит на инспекцию. Да, есть инспекция, но он посылает бабушку, дедушку, друга, агента своего, а сам не приходит. Говорит, ой, извини, я работаю и не могу. Надо обязательно найти хотя бы 1 час, хотя бы, если вы не можете прийти на всю инспекцию, придите хотя бы ко второй части, когда уже инспектор прошел по всему дому, все проверил, и обязательно придите и узнайте, что он нашел, и чтобы он вам прямо показал пальцем, чтобы вы знали, где что находится и какие проблемы есть с домом. Третья ошибка, которую я часто вижу, покупатели пытаются сделать, это нанять самого дешевого инспектора, непроверенного, просто тупо идут там на крэкзлист, в хом инспекшн, раз кто-то выскочил, какой-то там дядечка, а не о, 150 долларов, берем, приходите, все. Непонятно, что это за инспектор, какие у него квалификации, какой у него трак-рекорд, что он раньше делал. Я всегда советую либо использовать проверенных инспекторов, которых у хорошего агента всегда должно быть от ЛИС 5, 6, 7, 8 разных, либо, если вы уже сами ищите, хотя бы посмотрите ревьюс, попросите, позвоните этому инспектору и попросите, чтобы он вам прислал копии репортов, например, которые он делал для других домов, чтобы вы хотя бы видели, что он делает. Это очень важно. Четвертая ошибка, которую я часто вижу, покупатели делают, это то, что они соглашаются, чтобы продавец сделал репейрс на дом, вместо того, чтобы получить кредит от селлера. Даю вам пример. Например, вы сделали инспекцию, и инспектор нашел проблемы. Эти, 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 там, неважно. Мы взяли estimate, позвали профессионалов, нам сказали, это стоит починить столько, это столько, это столько, вот у нас сумма, ну, к примеру, там 20 тысяч долларов. Так вот, мы посылаем этот реквест на репейрс продавцу, и я обычно для своих клиентов прошу, чтобы нам дали кредит на эту сумму, потому что если вы соглашаетесь на то, чтобы продавец починил все эти починки, мы не знаем, как эти репейрс будут сделаны, может, он вообще просто взял и заклеил там изолентой и все, или там наклей посадил, или кого он использовал, может, он позвал брата своего, который вообще ничего не знает, или с женой взяли там, залепили быстренько и все. Потому что вы понимаете, когда человек дом продает, он не будет использовать самых лучших мастеров, самые лучшие материалы, он просто так сделает некий маус джаб, как говорится, и попробует вам продать. Поэтому я всегда советую своим покупателям, чтобы вместо того, чтобы селлар это все делал, чтобы мы просили кредит у продавца. Еще одна проблема какая может быть? Смотрите, допустим, он скажет, я сделаю все. Вы говорите, хорошо, за 5 дней до закрытия мы можем сделать final walkthrough, то есть мы должны прийти и проверить, что все сделано. Допустим, мы пришли за 4 дня до закрытия, а он ничего не сделал, ну, к примеру, или забыл, или сделал так, как вам не нравится, понимаете? Сразу начинаются вопросы, проблемы. А нам нужно закрывать эскро, у вас нужно лон подписывать, лендер должен зафандать лон. Я считаю, это не есть хорошо, как говорится. Поэтому, если у вас есть выбор между тем, чтобы получить кредит, или чтобы селлар сделал все repairs, всегда просите кредит. Пятая ошибка, о которой я хочу сегодня рассказать вам, это банальная, это когда покупатель покупает дом и не делает простую sewer inspection. Почему я говорю sewer inspection? Sewer – это канализация. Потому что другие инспекции как-то делают. Делают chimney inspection, делают roof inspection, делают HVAC, HVAC, этот кондиционер проверяют, да? Mold inspection делают, но просювер иногда забывают. И если у вас есть неопытный агент, он может тоже даже вам и не сказать, что делать. А это очень большие repairs, понимаете? Поменять, если там, например, растут деревья, и их не рут, эти корни залазят вам в трубы и перекрыли вам, да? Вы про простой инспектор никогда это не узнаете. Нужно брать пламера, он засовывает туда камеру и делает визуальную видеоинспекцию. Очень важно, потому что repairs очень дорогие. Я видел repairs 20, 40 и 50 тысяч. Только за sewer line, в зависимости, как далеко она находится. Поэтому обязательно, обязательно делайте sewer inspection. Помимо других инспекций. Шестая ошибка, которую я часто вижу, это то, что агент, ваш агент, получает disclosures от селлера после того, как вы уже сделали все инспекции. Это тоже большая ошибка. Почему? Потому что на этих disclosures, что такое disclosures? Это та информация, которую по закону селлер, продавец, должен вам рассказать о доме. Что было сломано, что было починено. Были ли лики, были ли какие-то проблемы, insurance claims, был ли mold, было... В общем, все, что с домом было, вся история, было покрашено, или были ли там pets, или умер кто-нибудь. Все это должен вам рассказать. Поэтому это лучше запрашивать до того, как вы будете делать инспекции. Почему? Потому что если вы это все возьмете и увидите, ага, здесь было это, здесь было это, здесь было это, вы можете уже вашему инспектору сказать, смотри, допустим, назовем инспектором Майк. Майк, смотри, видишь, вот здесь у них был лик, они говорят, что подчинили, а вот здесь у них было еще что-нибудь. Можешь проверить, пожалуйста? Просто обрати внимание, для него это очень... Если они написали, что они, например, поменяли крышу 5 лет назад, а инспектор залез и увидел, что крыша старая, уже есть какие-то несостыковки, понимаете? Поэтому обязательно, пускай ваш агент запросит все эти дисклоджерс от селлера как можно быстрее. Прямо вот контракт приняли, сразу давай присылай дисклоджерс, ждем. И тут же вы звоните инспектору и назначаете инспекцию забыл, что хотел сказать. Неважно. Едем дальше. Седьмая ошибка. Седьмая ошибка такая. Когда вы получаете инспекшн репорт, когда особенно покупатель, который покупает первый раз, он смотрит на этот инспекшн репорт в 150 листов, и там 150 айтемс, которые что-то не в порядке с прапортией. И покупатель начинает по-английски называется freak out. Начинает пугаться, прямо о май гад, что происходит, что я покупаю. Посмотрите, во всех домах всегда что-то будет, какие-то будут issues. Всегда. Даже если это brand new дом, вы всегда, хороший спектр, всегда что-нибудь найдет. Поэтому, если особенно вы покупаете дом не новый, а старый, будут какие-то issues. Может быть, это будут maintenance issues. Может, это будут какие-нибудь issues, которые, может быть, селлер даже и не знал. Бывает такое. Например, инспектор залазит под дом, а там у него труба течет. То есть, когда вы получите этот репорт, не пугайте сразу, не говорите, ой-ой-ой, все, дом нет. Вы никогда не найдете perfect дом. Ваш, опять-таки, агент, и вы должны сесть и посмотреть, что для вас важно, какие big items, big items, которые стоят больших денег, на которых нужно обратить внимание, и какие items, например, safety, которые как бы конкретно влияют на ваше health. Health-то уже забыл, как называется. Здоровье. Поэтому, если эти все items можно починить, и селлер готов дать вам кредит, значит, вы делаете опять-таки request for repairs, вы просите опять-таки big items. То есть, не просите у них, если у них поцарапана стена или полы, что-то поцарапано, мелочь какая-то, или дырочка где-нибудь от гвоздей, это все мелочи. Понимаете? Но если там большие проблемы, например, старая крыша, которая уже течет, или там, например, кондиционер не работает, это big items, или plumbing, вот это вот, sewer line, то, что я говорю, вы засунули камеру, смотрите, она вся поломана, это sewer line, сейчас все пойдет кверху. Конечно, за это надо просить, и об этом нужно думать, и на это нужно обращать внимание. А на мелкие такие items, то есть как бы, я живу в доме, у меня куча проблем, ну, не то, что куча проблем, но есть, ищу, с которой как бы, ну, есть, ну, есть, но это не то, что прямо дом разваливается. Окей? Итак, восьмая ошибка, которую я вижу, это то, что покупатели после inspection, когда проходят инспекции, получают репорт, они невнимательно смотрят на этот репорт. Я очень часто, когда прихожу к inspection, когда уже все заканчивается, я беру фотоаппарат, телефон, снимаю на видео, и инспектор мне говорит, ну, я нашел это, 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 он как бы делает овервью, проходит по прапорте, я это все снимаю. Но это не значит, что в этом репорте не будет гораздо больше вещей, которые инспектор заметил, потому что инспектор, он ходит, отмечает, 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 там, два часа провел, потом я в конце говорю, ну, что там, Майк, называемый Майк, Майк, что там происходит? Он говорит, ну, вот это, вот это, вот это, вот это, Но там есть еще другие issues, которые могут тоже как бы влиять на стоимость дома. Поэтому обязательно, даже если ваш агент, а если я буду вашим агентом, я обязательно вам это видео сниму, того, что инспектор сказал, все равно обращайте внимание на репорт, потому что там будет гораздо больше вещей, которые инспектор как бы скажет вам своими словами. Следующая ошибка, которую я вижу, это то, что покупатели пытаются ограничиться только одной инспекцией. Они взяли generic inspection, general inspector и все. И дальше они говорят, ну вот я уже 500 долларов потратил, мне уже не хочется больше тратить денег, все равно мне дом нравится, я хочу взять. Нет. Обязательно, если у вас есть чимни, особенно если у вас есть два чимни, чимни это, знаете, чимни, fireplace, это камин, их обязательно нужно проверить. Там могут быть дырки, там могут быть лики, он может отходить от дома туда-сюда, там может быть что угодно. Эти надо делать inspection, например, mold inspection, в некоторых случаях нужно делать обязательно, проверять на плесень. Особенно, если у вас маленькие дети, и вы нашли какие-то evidence of mold, например, там влажность где-то нашли, или какие-то пятна вы нашли, да, обязательно, обязательно я рекомендую делать mold inspection. Так же самое с HVAC, если, допустим, пришел ваш инспектор и сказал, что HVAC не работает, этот кондиционер, и хитр, ну не работает, не работает, значит, вы должны взять estimate, взять профессионала, заплатить ему деньги, он придет, скажет, что там не работает, чтобы мы могли потом просить кредит у селлера на починке, вдруг там вообще все не работает, и вам будет заменить его там 12 тысяч, то есть, например, да, или наоборот он придет, скажет, а, ребята, у вас тут реле сломал там, я не знаю, там я не разбираюсь, но какая-то мелочь, тогда у нас как бы не такие большие проблемы. То есть, обязательно, обязательно, после того, как вы получили generic, general inspection, обязательно обратите внимание на то, какие еще дополнительные инспекции вам нужно сделать. Опять-таки, я хочу повторяться, но опытный агент вам всегда подскажет, на что обратить внимание, и какие инспекции он вам рекомендует. Ну и последнее, что у меня есть на моем листе сегодня, номер 10, это то, что... Это когда покупатель делает инспекции в самый последний момент. Например, вы даете оффер, у вас есть 10 дней на инспекции, 1, 2, 3, 4 дни прошли, и вдруг на 8 день он говорит, ну ладно, давай сделаем inspection. И вы на 8 день делаете инспекцию, репорт приходит на 9 день, у вас 1 день остается, а нам нужно еще, после того, как мы сделали general inspection, оказывается, нам нужно еще сделать mall test, нам нужно еще посмотреть roof, нам нужно... а сегодня пятница, понимаете? То есть, обязательно инспекцию нужно делать в самом начале, как вы приняли свой контракт, сразу, и не тянуть до последнего. У вас потом не будет времени на другие инспекции, у вас не будет времени, даже если в последний день, на 10 день придет к вам mold inspector, и возьмет тесты, и пошлет в lab, lab тоже может занять 48 hours. То есть, вы можете не успеть, а если вы можете не успеть, seller имеет право на вас канцелать контракт, и вы можете потерять дом, либо вы будете, либо seller скажет, знаешь что, дорогой, у тебя было 10 дней, либо ты сейчас идешь дальше, ремовываешь свои inspection contingency, либо я тебе канцелую. Вы можете либо дом потерять, либо вы можете покупать, вы будете как бы форсированы, вас будут толкать на покупку, при том, что вы не будете полностью знать, что происходит с прапортом. Поэтому обязательно, обязательно не тянитесь с инспекциями, делайте их в самом начале. Все, спасибо вам большое за внимание, жду вас в следующий раз. До свидания.